Обучаться в лучших вузах мира можно совершенно бесплатно. Такую возможность магистрантам и аспирантам открывает программа «Глобальное образование». Это государственная программа финансирования обучения за границей для граждан России, поступивших в один из ведущих зарубежных университетов. Мы очень рады, что являемся партнерами проекта «Глобальные университеты», который призван повысить интернационализацию российского образования путем отправки и обучения наших студентов в лучших вузах мира. В сентябре 2016 года в Институт психологии и образования Казанского университета пришла работать первая выпускница этого проекта Дарья Ханалайнин. Я работала учителем 5 лет и поняла, что готова двигаться дальше и, возможно, занимать какую-то управленческую должность. Поэтому я искала программу обучения в магистратуре по управлению в области образования. И такую программу Дарья нашла. В Лондонском королевском колледже по специальности управления образованием она окончила магистратуру. Получив образование в России и за рубежом, Дарья уже в полной мере может оценить разницу обучения. То, что там по-другому все, это точно. Там просто абсолютно другой подход. Там больше делается акцент на самообучение. Ты уже сам за себя отвечаешь и ты сам полностью руководишь своим собственным процессом обучения. Вернувшись в Россию, Дарья успешно устроилась в Институт психологии и образования Казанского университета. Сейчас она работает в качестве разработчика, реализатора научно-исследовательских проектов. Просматривая какие-то варианты более конкретные, я поняла, что Казанский федеральный является таким явным лидером на рынке образования в России. Я думаю, что без учебы в магистратуре Британии я не думаю, что я смогла бы вообще претендовать на эту должность. То есть вот те компетенции, которые я наработала там, я применяю здесь абсолютно каждый день. В этом году к работе подключились и другие участницы проекта «Глобальное образование». Елена Семенова окончила магистратуру по направлению «Специальное образование Саундгемтонского университета». Когда я посмотрела критерии отбора, то есть критерии для поступления в университет, там было указано, конечно, идеальное знание английского языка на уровне IELTS 7 баллов. Нужно было также иметь опыт работы в сфере образования, для чего я год проработала учителем английского языка в лице в городе Санкт-Петербург. Затем также нужно было иметь отличные оценки в предыдущей степени, то есть степень бакалавриата или специалитета, как было в моем случае. А Наталья Копылова обучалась в Бирмингемском университете в Англии по программе международного исследования в области образования. Я выбирала программу по тому принципу, чтобы она затрагивала международные аспекты. Мне хотелось, чтобы программа была связана как с образованием, так и с международными исследованиями. Работы в Казанском федеральном университете девушки довольны. Это удачный старт, очень перспективный для молодых сотрудников. Руководство нашего института и университета в целом прилагает усилия к развитию сотрудников и также предоставляет ресурсы для нашего саморазвития, для профессионального роста. В мае 2017 года, когда я только начала писать свою диссертацию, мне написали из Казанского федерального университета и предложили работать у них, то есть у нас здесь, научным сотрудникам. Они на самом деле берутся за успешных, в данном случае, выпускников вузов. Они видят потенциальных работников, которые могут привнести свою лепту. 20 декабря в Москве представители Института психологии и образования Казанского университета примут участие в обсуждении итогов программы «Глобальное образование», которая пройдет при участии министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой. Анна Глазунова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюз.